В то время как авангардисты стремились лишить зрителя спокойствия, разбудить его, оторвать от созерцания салонных слащавых херувимчиков и ввести в непреукрашенную действительность, французский художник Анри Матис заявил «Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, впустил отдых и покой». Неужели кому-то еще есть дело до человека, честно говоря, отчаянно уставшего от этого прекрасного яростного мира? И неужто кто-то захочет подарить ему роскошь, покоя и наслаждения, не скатываясь в банальные заигрывания в духе салонной живописи. Да, кое-кто захочет и сделает это так, как, пожалуй, не удавалось никому, ни до, ни после. Анри Матис. Сыну торгаться зерном, и мадистки прочли карьеру юриста. Мало ли, что ему рисовать нравится. Всем что-нибудь да нравится. А заниматься следует делом, от которого толк будет. Такова позиция отца. И Анри нечего было ему противопоставить. Случай вмешался в виде аппендицита, который Матису удалили в 21 год. Операцию он перенес не очень хорошо. Долго восстанавливался, чтобы развлечь сына. Мать принесла ему коробку красок и альбом. Когда я начал рисовать, мне показалось, что я попал в какой-то рай. Вспоминал позже Матис. Да и отец неожиданно смягчился. Кто-то подсказал ему, что сына можно отдать учиться к самому бугру. Салон и живопись сказался Емелю Матису олимпийским небожителем, поэтому он снабдил отпрыска средствами для переезда в Париж, где Анри должен был готовиться к поступлению в школу изящных искусств в мастерской Вильяма Бугро. Жирным, бордосым, розовым, как поросенок называют Бугро Раймон Эсколье, автор монографии об Анри Матисе. У Бугро с Матисом с первой же встречи возникла взаимная антипатия. К великому разочарованию папеньки Анри ушел из мастерской и продолжил подготовку в школе декоративных искусств. Впрочем, святая святых в школу изящных искусств его не приняли, зато Анри обрел первого настоящего учителя, Гюстала Муро. Тот отправлял своих учеников в Луар, копировать классиков, нарабатывать технику. Говорил, о цвете нужно мечтать и предсказывал Матису, что тот упростит живопись. В 1898 году в жизни художника произошло сразу несколько знаменательных событий. Умер его учитель Густав Моро, Матис сразу же ушел из школы. Он женился на красавице Амелли Пареера и отправился в свадебное путешествие в Лондон. Почему Лондон? Ну как же, чтобы смотреть Тернера. В Лувре Матис знакомился с классиками. Теперь пришла пора поближе узнать того, кто стал мостом между классикой и импрессионизмом. Импрессионизм, скорее нео-импрессионизм. Важный этап становления мастера. Он осваивает цвет, пробует технику пуантилизма. Но в этом направлении Матис надолго не задержится. Ему предстоит дать цвету абсолютную свободу, вывести его на главную роль, отбросив детали. Это произойдет в 1905 году. Поворотная картина Андре Матисса, наделавшая много шума и знаменовавшая рождение искусства диких, женщина в шляпе. Дикими работы молодых французских художников назвал критик Луи Воксель и вошел в историю как автор названия «Фавизм» для арт-течения, ставящего цвет и декоративность изображения во главу угла. Вместе с Матиссом на том осеннем салоне выставлялись Дерен и Ламинк. Известность Матисс приобрел быстро, а вот его финансовое положение оставалось стесненным. И только знакомство с русскими маценатами и коллекционерами Сергеем Щукиным и Иваном Морозовым позволит ему выйти из бедности уже навсегда. В 1908 году тонкий ценитель искусств Сергей Щукин заказал ему два панно, которыми намеревался украсить свой московский особняк. Именно тогда появилась первая картина с названием «Танец» Анри Матисса. Щукин пригласил французского художника в Россию, где мастер был совершенно потрясен русскими иконами. Адалийский, арабский и другие восточные мотивы – результат проведенных в Марокко зим 1911-1913 годов. Адалийский Матисса сопоставимый с адалийсками Энгра. На Востоке художник превзошел рамки фавизма, хотя приверженцем основных его положений остался навсегда. Но теперь картины Анри Матисса стали менее кричащими и демонстративными. Взамен пришла глубина и тонкость. В конце 1917 года мастер приезжает в Ниццу. Многим ли удается изобразить лики счастья посредством хоть какого-то искусства, при этом не скатываясь в слащавость? А Матисс сумел. Ницца, любовь которой французский художник сохранит на всю жизнь увековечена сияющим цветом и светом, синевой бездонного неба и бесконечными и знаменитыми открытыми окнами. По следам Гогена Матисса отправляется в океанию. Он хочет тоже отыскать Таитянский рай. Безуспешно. В океане он проведет три месяца, насыщаясь экваториальным светом. Он совсем золотой, а у нас он серебряный. И понимая, что писать здесь невозможно, таить и работа, антонимы. Анри Матисс приходит к выводу, что Ре на земле может создать только художник на своих картинах. После океана он отправился в США. Доктор Альбер Барнс, известный коллекционер, заказал для своего центра в Мерионе огромное панно. Выбор тематики он предоставил самому художнику. Матисс остался верен себе и снова пожелал изобразить танец. В работе на 13-метровом панно он впервые применил технику декупажа. Вырезанный из цветной бумаги фигурой перемещал по холсту до тех пор, пока не возникало ощущения завершенности. Матисс был далек от снобизма, свойственного как академикам, так и многим авангардистам. Он не из тех, кто предъявляет потенциальному зрителю длинный перечень, в котором каждое предложение начинается словом «должен». Он считал, что это как раз искусство должно быть понятно и доступно любому человеку. Редкое отношение художника к потенциальному зрителю, не так ли? Искусство не должно беспокоить и смущать. У меня нет никакой теории. Подарить отдохновение усталому человеку – вот достойная задача. Тот, кто умел писать счастье, изображал его в каждой своей картине, имел право так говорить. Таким художником был Анри Матисс. Кстати, о счастье в жизни французского художника. Брак мастера заключен по большой любви, и его можно описать словами. Амелия очень старалась. У Матиссов было двое сыновей. Кроме того, у небрачной дочь французского художника Маргарет, которую до встречи с Амелией родила одна из его натурщиц, тоже жила в семье. Амелия мечтала помогать мужу во всем, быть с ним рядом. Она хотела, чтобы и в творчестве Анри Матисса, и в их доме звучало «мы». Но если в начале их брака так и было, то со временем она поняла, что не сможет занять сердце мужа место хотя бы такое же, какое занимает живопись. А уж если у него что-то не ладилось в работе, то мало не показывалось никому. Увлечения Матисса одолистками тоже брак не укрепляли. Когда в 1932 году порог их дома переступила президентка на роль помощницы и секретаря, русская эмигрантка Лидия Делекторская, мадам Матисс оставалась совершенно спокойна. Светловолосая, голубоглазая Лидия совсем не в его вкусе. Художник всегда предпочитал брюнеток. Такой была и сама Амелия, и многочисленные одолистки. Когда через некоторое время мадам Матисс понадобилась компаньонка и сиделка, она сама вспомнила об этой русской. Лидия за ней ухаживала, а Эмель жаловалась на разлад соотношений с мужем. Однажды Матисс зашел в комнату жены. Что-то говорил, о чем-то спрашивал. Взгляд его привычно скользил по Лидии. И вдруг... Не двигайтесь! Вышел за альбомом и начал рисовать. Он словно впервые увидел ее, а мадам Матисс впервые ощутила опасность от присутствия этой голубоглазой красавицы. Жена художника долго, очень долго молча смотрела на портрет Лидии. Затем тихо сказала, или я, или она. Анри Матисс выбрал семью. Лидия ушла, а художник обнаружил, что без нее уже не может. Лидия вернулась, и тогда ушла Амель. В 1940 году они развелись. Лидия была рядом до последнего его дня. Она вспоминала, на протяжении 20 лет я была светом его очей, а он смыслом моей жизни. На момент их знакомства Лидии исполнилось 22 года. Матиссу 62. Передавая на картинах исключительно радость, в жизни французских художник Анри Матисс сталкивался с болью и физической, и душевной. Во время Второй мировой войны его дочь Маргарита, как участница французского сопротивления, была угнана в концентрационный лагерь, в Германию. Мадам Матисс за печать листовок приговорена к шести месяцам тюрьмы. Сам Анри во время войны жил в Анси и сходил с ума для беспокойства за родных. Все они остались живы. В 1941 году французский художник перенес тяжелейшую операцию. У него обнаружился рак кишечника. Как выяснилось после, шансов на удачный исход было крайне мало. Матисс просил доктора подарить ему еще года 3-4. Столько планов хотелось реализовать. Он прожил еще 13 лет. Во время болезни за ним ухаживала монахиня, которая попросила подправить ее эскизы витражей для монастырской капеллы Четок в Анси. Матисс увидел в этом признаменовении и разработал полностью оформление капеллы. «Верю ли я в Бога? Да, когда работаю», — заявил он. Когда состояние здоровья более не позволило вставать к холсту, он прикреплял уголь к палке и работал таким образом. Оформление капеллы он считал своим главным достижением и с бывшейся мечтой. 1 ноября 1954 года французского художника случился микролисуд. А на следующий, предпоследний день его жизни, Лидия Делекторская-Светочеева пришла к нему в высоком тюрбане и, глядя на осунувшегося и Матисса, с грустью и бесконечной нежностью пошутила. «В другой день вы бы сказали, давайте карандаш и бумагу». Мастер улыбнулся и велел. «Давайте карандаш и бумагу». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok